добрый день очень здравствуйте 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 так наверное сначала мы проверим слышно ли нас ребят скажите пожалуйста нас слышно не вас очень хорошо слышно мне тоже давно не видела да я тоже очень соскучилась так отключаю прекрасным так она слышно скажите пожалуйста отключаю комментарии да видимо слышно такой волнительный процесс я бы точно никогда не подумала далеком да мне хотелось сказать что кто бы мог подумать в далеком 2014 году когда мы с вами познакомились то есть мы будем с вами вести прямой эфир и говорить о такой важной теме мне бы хотел сказать в первую очередь мария заширина спасибо вам большое за те знания за тот вклад в первую очередь в нашу семью в меня как личность которую вы произвели потому что я вот вчера вспоминала какой я к вам пришла вспоминал почему-то случай когда мы сидели с вами в дупе и вы начали петь и говорите не подпевай а я просто вот даже ну как бы не могла вымолоть ничего мне настолько было но какое-то бессилие как-то мне прям было тяжело чувствовать себя окружающий мир и благодаря вам вы ну как бы помогли встать мне вновь опереться найти какую-то опору очень важно для меня и вот спустя какое-то время и помогли нам с владимиром что-то новое познать вот это я очень рада что сказать со своей стороны когда я увидела в первый раз я уже рассказывала тебе что я вообще не смотрю телевизор и единственная по моему передача которую я посмотрела это было о вас владимиром и я тебя очень запомнила на этой передаче и думаю так это же по моему жена владимира и конечно а ты меня очень сильно впечатлила на там в эфире потому что такую дубинаджи какая красивая я подумала какой прекрасный вкус у владимира что у него такая нежная замечательная жена и я помню у меня было такое правительное несоответствие тому какая ты но у меня было такое ощущение что тебе так много дано и насколько тогда ты была скованная сжатая как будто бы как будто не на своем месте вот такое чувство было и собственно говоря все что нужно человеку это занять свое пространство нам чужого пространства не надо но внутри своего нужно расправиться и я очень очень рада что вообще когда человек вот действительно внутри себя расправляется то у него появляется желание естественное вполне как бы помогать другим и это как бы вот включение человека включение в собственную жизнь и не я очень рада что вот такое включение произошло и это я себя говорю что самое главное чудо это чудо трансформации личности вот люди ищут какие-то чудеса снаружи вот есть восемь чудес света на самом деле есть семь с половиной миллиардов чудес только на земле просто осталось вот ну как бы но подобрать пин-код к сердцу вот поэтому я очень счастлива с быть вот в таких очень близких отношениях и с тобой с владимиром и ну разные этапы проходили но всегда всегда у меня была вера в то что вы прекрасная пара и то что это просто надо преодолеть и вот вот это вот чувство оно меня всегда было вот так что скажи пожалуйста я так понимаю что мы сегодня с тобой беседуем и наша тема сегодня муза и кто кого интервьюирует пока непонятно мы будем я думаю что людям интересно ты вот и интересен ваш с владимиром такой вот опыт потому что за вашей семьей смотрят так сказать и читают из экранов и со всех средств массовой информации кучу всего мне повезло что я знаю это изнутри они с желтой прессы не откуда-то вот и вот что касается музы быть музой вообще-то ну как бы это очень удивительное но это чисто женское понятие вот чисто женское даже творчество тоже быть может быть музы и конечно господь самое главное музы и тем не менее это женская энергия пусть это будет не женщина лицетворенная но это будет женская энергия и вот скажи пожалуйста понятное дело что в начале ты была муза и такая вот просто он тебя увидел вау вообще девочкой быть очень легко музой правда же просто красивая девочка вот тебе и муза да вот а потом ну как мы говорили моя бабушка с лица воду не пить вот поэтому скажи пожалуйста давай начнем эту тему ты можешь что-то говорить что-то у меня спрашивает потом мы включим процентов я очень надеюсь и наших замечательных подписчиков к этому диалогу подключим скажи пожалуйста какие у тебя были этапы становления музой почему годы становления потому что мне кажется мы до последнего дня должны становиться вот когда человек останавливается в своем развитии он становится неинтересен на самом деле он становится во первых гордым высокомерным это такая ерунда полная вот поэтому расскажи пожалуйста вот этот твой путь и где ты сейчас и как тебе удается таки быть музой такого великого музыканта как Владимир спасибо большое за ваши за ваши вопросы они кстати возвращают в осознанность честно говоря я вот так вот не размышляла какой-то путь вы действительно правы что в начале легко встретились и вот эти вот первые первые года в нашем в нашем случае нам повезло у нас был долгий путь такой какой-то теплоты очень трепетных отношений что конечно же многие замечали и мне было удивительно у нас не знаю знают многие подписчики нет мы на какой-то промежуток расставались с Владимиром и сейчас опять вновь сошлись и когда сошлись люди писали в личку что они плачут что они поверили этой сказке есть песня сказка в моей жизни который Владимир написал на наши свадьбы посвятил мне нашим отношениям и люди не могли поверить что сказка разрушена не переключали радиостанции они не могли слышать Владимира Кузьмина я подумала ничего себе вот это ответственность то есть в этом ракурсе я никогда не размышляла и когда начались сложные отношения то сказать понятно что для всех Владимир Кузьмин это легенда это народный артист россии но мы все склонны обусловливаться и когда рядом ты живешь рядом с человеком он всегда до меня был Владимир и у него есть свои особенности он невероятно талантливый но он как человека который есть какие-то там недостатки с которыми наверное со временем вот то что когда я к вам как раз с вами когда познакомилась это и привело меня к какому-то опустошению потому что я была полностью зациклена на нем вот то есть вот было я и он и у него я я я он и творчество наверное и вот другого вокруг никого нас не было но были сложные моменты и мы просто ну как бы стало слишком тяжело но вот наверное следующий этап который я проходила это кстати вот благодаря вам и наверное шалва александрович монашель мне сейчас помогает вот даже когда происходит какие-то моменты я для себя точно один инструмент на вооружение взяла я дорисовываю когда что-то происходит я стараюсь убирать негатив или какие-то нюансы кому как бы наверное отрицательные какие-то негативные стороны владимира любого человека и дорисовывать его в своих глазах своему мне и вот стараюсь вытягивать в хорошее настроение потому что мне кажется основным для музы в данном случае особенно творческого человека нужно быть хорошим настроением потому что творческие люди они в разы еще более эмоциональны и такие чувствительны и важно чтобы вот всегда рядом было счастье и вот это счастье же надо откуда-то брать и вот наверно это к вам вопрос марина зашрикина вы скажите где же это счастье брать встречный вопрос мне наверное многие пишут ну понятно легко быть музы владимира кузьмина а вот как быть музы для обычного мужчины вообще нет обычных людей начнем когда мы смотрим на человека как на какую-то заурядность я думаю это оскорбительное отношение к личности вот никто бы из людей не хотел бы чтобы на него смотрели так и дело в том что самое удивительно под взглядом такими становишься вот говорят если человека вообще называть свинья свинья он захрюкает вот поэтому очень важно как мы смотрим на человека и лично для меня каждый человек это вот ну как бы это неповторимая абсолютно неповторимая частица бога это вот такой неповторимая космос такая вселенная и это есть в сердце каждого человека несомненно есть куча у нас там связанных с эго проблем у каждого абсолютно да вот но смотря на что ты смотришь это как знаете у нас есть задняя часть да а есть со стороны сердца вот если ты заходишь со стороны зада все время да то ну ничего ты там нового не найдешь если ты зайдешь со стороны сердца если ты увидишь глаза и посмотришь глазами вот доброты это совершенно другой взгляд и я думаю что это в первую очередь вопрос к нам а как ты смотришь на человека это первое второе когда ты говоришь что очень важно быть счастливой в настроении то вообще-то это действительно ответственность каждого из нас я люблю своим студентам повторять расстроился настройся потому что вот как владимир он каждый день настраивает свои инструменты они у него расстраиваются так и человек у него просто звучание внутренне расстраивается ведь абсолютно все конфликты это конфликт внутренний то есть наша неудовлетворенность какая-то наше недовольство наша неспособность быть счастливым наша неспособность быть цельной личностью да и мы вот это счастье начинаем вытряхивать из другого а другой когда ты начинаешь удушающие приемы делать он начинает защищаться или нападать вот поэтому вот насколько мы умеем вообще общаться это целая наука я абсолютно убеждена в том что наука взаимоотношений это царица всех наук и ну каждому из нас очень важно учиться этому я вот очень рада что ты столько времени этому обучалась и теперь сама еще обучаешь других и ваша школа про фэмили она как раз об этом тоже и мне это очень важно и важно именно потому что ты не на не просто книжек начиталась или там просто наслушалась сейчас же можно много наслушаться столько всего в интернете о хо хо если у тебя память хорошая цитируй да цитируй но это не работает то есть это очень важно применить к самому себе выстрадать что называется да и понять что вот это работает а это не работает и когда ты будешь говорить то твое твое звучание оно будет знаете как слова который достигает цели вот поэтому я думаю что вот твоя способность я видела тебя в разных настроениях видела совершенно разобранную вот видела всю в слезах и видела тебя как это соберись тряпка соберись что называется да как ты себя вот ну как бы созидала как как ты умеешь слушать и как ты умеешь просто отказываться от какой-то истерики и переходить конструктиву и и как ты умеешь переключаться с чувств на разум вот и при этом не теряя красоты но вот это я думаю что это ну большой дар на самом деле вот и я думаю что мне очень нравится Володя потому что Володя он тоже очень вдохновляет лично меня не просто даже как музыкант потому что мне всегда нравились его слушать его песни я ну как бы у нас с ним мы современники с ним да поэтому мы росли на одной музыке и нам ну как бы это во многом выросли на в одно в одно время да вот а но мне нравится когда я вот узнала благодаря вашей семье что он такой работоспособный что он встает каждое утро в пять утра и там два часа занимается вообще и у него столько инструментов играет и на гитаре и на фортепиано и на скрипке и на плете и на всем он улучшает свое мастерство и как он уважительно относится к людям и вот когда ты наблюдаешь за ним то ну действительно вот как говорят что хочу чтобы у меня муж был цезарем стань Клеопатрой да вот так и наоборот это в обе стороны это работает так вот я думаю что но вот действительно у него есть чему поучиться и есть чему вдохновиться поэтому сто процентов сто процентов мы разрешили спасибо большое что вы такие теплые слова говорите про Владимира я еще раз заново смотрю на него тоже вдохновляюсь но я уверена глубоко что вот кто-то нас слушает и опять же не задает вопрос ну конечно вот он с утра просыпается песни пишет на гитаре играет благодать вот прям восхищайся будь счастливенькая и что еще нужно да да просто вот как бы вот она вот так а тут вот слесарь Вася да 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 вдохновение да лежит ничего не делает а да простите простите что я тут суючусь перед экраном но вот какое-то кресло проваливающееся все да и вот что делать да первое что мы должны понять что ну вот я как говорю стань Клеопатрой да вот дело в том что я еще раз хочу сказать что нет ну как вам сказать ну в наших глазах люди становятся выше или на паример наоборот но как бы мы обесцениваем человека поэтому первое что никогда не критикуйте людей с которыми живете потому что это любой человек это дар дар свыше и какую бы жизнь мы не проживали нам нужно научиться смотреть глазами благодарности на это и вырасти внутри этих отношений какие бы они ни были про тебя конечно можешь сказать ой ну что там она да ну я тебя знаю в разных ситуациях да я думаю что и если побеседовать с Владимиром у него тоже были разные ситуации но вы как-то находили это находили пути к друг другу садились и разговаривали хотя тяжело вот поэтому я думаю что важно так или иначе ты работала над собой не над Владимиром то есть не то что ты там или я с тобой когда разговаривала я никогда не говорила ой Володька вообще да ну то есть он не прав там и так далее вот то ли дело ты то есть мы всегда говорили о твоем поведении мы всегда говорили о том что ты можешь улучшить как и если человек вот так вот сидит и говорит ну конечно и хорошо если бы меня спросили я бы сказала давайте будем работать с вами потому что судьба она не просто так приходит и люди в мою судьбу и ситуации в мою судьбу тоже не просто так приходят и поэтому первое что нам нужно принять себя со своей судьбой потому что мы не можем развеститься своим умом со своей кармой мы не можем развестись мы конечно можем убежать от человека но знаете от своего ребенка не убежишь уже то есть все то что ты должна изучить ты будешь изучать в отношениях и в отношениях с близкими несомненно это очень такая непростая ситуация вот но этому нужно учиться вот не лечиться не просто ходить по психотерапевтам порой надо но важно именно изучать это как науку прикладывать это нужно научиться самопознанию то есть именно внутри своему мироощущению почувствовать себя и точно так же когда мы начинаем себя понимать глубже мы начинаем глубже понимать других людей вот поэтому это целый такой вот ну как сказать ну вот учеба это вот такая вот школа жизни вот и это такое вот про фэмилии все все к нам приходите да у нас сразу скажу да у нас онлайн образование благотворительный проект мы всегда всех рады видеть где действительно обучаемся таким базовым вещам как общаться как чувствовать себя как конфликтовать как вообще понять что кто мы кто мы как семья кто мы как личность это такой удивительный процесс бесконечно можно в это учиться спасибо большое Мария Зашевна я сейчас слушаю и думаю вот есть опять другая страна вот есть же женщины которые вот они так верят в своего мужа вот и говорят боже да он самый-самый а вот он лежит и носу ковыряет и вот ну есть какая-то другая часть перекоса и она тоже ну большая когда женщины бесконечно верят но по факту ничего не меняется и в какой-то момент они обозляются и там разочаровываются не знаю в претензии ну то есть вот такая ситуация что что здесь но там помнишь ты как раз сама говорила что когда вы с Владимиром были вот так вот друг на друга вот вы так вот прям хотели быть ближе ближе и ближе и ближе и ближе и уже ну просто вот начинают вот так вот да то есть фактически до той поры пока человек вот сосредоточен на другом человеке каким бы он распрекрасным не был бы упрёсить друг друга поэтому пара это когда мы смотрим в одном направлении мы не на друг на друга смотрим дело в том что очень важно понять что каждый из нас он не ну как вам сказать несовершенный и у нас всегда есть о чём так сказать увидеть вообще все эти несовершенства и их увеличить до такой степени что ого-го совершенный только Бог и мои отношения с Богом они на самом деле мои отношения ну назовите это с вселенной назовите это как хотите но то есть есть некие гораздо больше отношения чем просто отношения между вот пары и до той поры пока мы с вами просто сосредоточены друг на друге это большая проблема и даже если мы сосредоточены только на детях просто в конце концов детям будет душно с нами жить это вот к вопросу о вдохновении многие женщины говорят как вдохновлять мужчину если вы уже спрашиваете это это уже это означает что вы не вдохновлены потому что вдохновить может только вдохновленный и вот вы знаете нам на жизнь отведено по закону доли по закону я не знаю справедливости какая-то доля и вот это доля счастья какая-то доля страданий и так далее но как только мы начинаем с вами подключаться к большему это знаете вот как нужно посадить дерево вырастить сына и построить дом но не постройте дом постройте деревню это уже для деревни дадут больше но не сажайте одно дерево посадите лес и тогда будет дано больше но не думайте только о своем каком-то мирке начните думать более широко и вы увидите как вам гораздо больше придет вдохновение счастье радости финансов вот всего будет приходить не для вас вот для себя вы будете опять-таки вот ту самую долю которая она есть вот она и будет все время у вас это очень удивительно что у нас все время есть а вот для того чтобы мы могли что-то улучшить нам дают гораздо больше ты что-то хочешь возразить нет не возразить но как бы переспросить наверное потому что я слышу это действительно важный важный акцент что только вдохновленная личность может вдохновить другого но я помню возвращаясь к себе если говорить лично о себе то есть я была абсолютно разобрана когда к вам пришла и вот скажи мне в том состоянии давай вдохновляй ну то есть если у тебя нет ресурса ты не можешь ничего сделать ну то есть в то время я встретилась вот где найти вот для женщин для мужчин неважно для кого вот этот ресурс чтобы хотя бы даже увидеть себя близких проблему то есть иногда очень-очень согласна это знаете это как у нас в нашем образовании есть три ступени первая ступень называется познай себя вторая ступень называется управляй собой а третья ступень посвяти себя поэтому мы сразу не говорим о посвяти себя это в конце концов это удел зрелых людей мы можем только из изобилия помогать другим иначе мы просто лозунги какие-то толкать будем потому что я сейчас сам не научаюсь быть счастливым именно поэтому сначала нам нужно найти учителей учителей которые могли бы мне состояться помогли бы мне с моим с моим воспитанием с трансформацией порой нужно просто люди которые тебя выслушают для начала поэтому вот один из наших проектов называется близкие люди это проект где мы просто реально становимся близкими и там можно просто туда обратиться и там тебя будут выслушивать там тебе будут что-то советовать как-то тебе будут помогать да то есть это вот как раз таки ну знаете в этом многомиллиардном мире ну хоть кто-то может мне стать близким человеком потому что потом я смогу стать близким человеком я смогу кого-то выслушать я смогу чьи-то слезы принять утереть кому-то я смогу обнять и сказать у тебя все получится да порой человеку очень важно вот это услышать и какие-то лозунги там высокие фразы они в него не помещаются ему просто кто-то должен его так обнять и сказать ты хороший ты очень важный и нужный ты любимый ну просто вот может быть ты нелюбим тем человеком который тебе хочется чтобы тебя любил да но знаешь тебя вселенная может обнять и через другого человека и вполне вероятно что ты то что тебе сейчас предстоит прожить а жизнь она математически точно посылает нам задачи которые нам нужно пройти вот например вы с Владимиром прошли этот этап и ваши отношения углубились правильно то есть оборачиваясь назад наверное ты бы не променяла этот этап по которому ты шла со слезами на глазах и казалось как если бы по стеклу да босиком но ты сейчас понимаешь что это был важный период потому что благодаря ему ты очень сильно трансформировалась согласись да да это такая очень мощная реализация что в сложностях мы растем то есть такое ощущение что вот я не знаю насколько ли это повзрослело при моей внешней такой вроде бы не знаю как про себя можно сказать но то есть я вроде бы достаточно молодо выгляжу но внутри я себя чувствую намного старше и появился вот этот ресурс помогать другим людям что конечно очень важно можно я еще один вопрос задам и мне кажется уже можно комментарии не знаю я-то могу до бесконечности вас задавать вопросы и просто болтать и вот такие вот задушевные разговоры которые трансформируют и мое сердце просто буквально недавно я у себя делала пост и мы говорили о том что как раз сегодня прозвучало эту фразу все происходит с математической точностью это та фраза которую я в свое время услышала и она меня заступила ну прям все ну вот неужели все и помню одна девушка мне тоже написала я конечно верю в справедливость мира и что все по совести по справедливости но иногда не все вот что-то по совести по справедливости а что-то вот какие-то запредельные вещи они ну вот не может быть что по справедливости такой вопрос у меня на фоне стройка она не мешает не слышно вам нормально да а тогда то есть только у меня да вот что вы скажете по поводу я очень часто вы его поколения то есть его предки может быть предки так много аскетировали и благословляли своих потомков что он это получил другой вопрос что сейчас он это тратит бездумно и ну как у меня большое сострадание к таким людям честно скажу потому что знаете это как мудрец увидев царя сказал живи долгой жизнью увидев святого сказал тебе все равно жить или умирать а монаха увидел молодого монаха и сказал лучше бы ты сразу умер и рядом шел человек а и мяснику сказал тебе лучше не жить и не умирать и рядом с ним человек шел и спросил а почему вы такие странные благословения раздаете ну вот понятно что вы благословили царя живи долгой жизнью он говорит я благословил царя потому что он получил сполна все что заслужил в прошлом он это все растратил он ничего не созидал и когда у него закончится эта жизнь все для него наступят очень тяжелые времена и поэтому пусть он живет как можно дольше сейчас потому что дальше у него будет тяжелое положение мясник который убивает живые души ему он уже сейчас в крови просто полокоть что называется да а дальше его судьба будет еще тяжелее поэтому ему и не жить и не умирать молодому монаху я сказал что лучше бы тебе сейчас умереть потому что сейчас он как святой он чистый абсолютно он неискушенный а я вижу впереди какие у него будут искушения и насколько он пройдет неизвестно и как он пойдет дальше быть может он пойдет дальше вниз вот а если бы он сейчас ушел то он бы пошел очень высоко вот а для святого он все равно он служит здесь Богу и дальше пойдет служить Богу поэтому ему все равно живет он здесь или куда-то пойдет в другое место и пока мы рассматриваем человека вот просто очень узкий промежуток времени да еще и глазами оценивания знаете сколько я знаю семей которые снаружи выглядят просто потрясающе а внутри например единственный сын наркоман и они не знают что делать и это такая боль которую они не показывают это не демонстрируется да и мы не знаем вообще как живет человек поэтому никогда не судите о людях потому что как не суди да не судим будешь и в конечном итоге но это дело Бога и говорят что у каждого грешника есть свое будущее как и у каждого святого есть свое прошлое до той поры пока человек не уйдет из этой жизни например я помню когда вы расстались с Владимиром и сколько людей какие-то гадости слали кто-то наоборот какие-то сокровенные письма слал то есть просто люди оценивали но мало кто вас знает мало кто с вами соприкасался мало кто действительно переживал вот а так можно оценивать о ну вот о ну вот так вот так легко это но говорят когда ты видишь недостатки в человеке то все недостатки этого человека когда ты ему перемываешь косточки переходят к тебе поэтому это самая отвратительная деятельность какая только есть не дай бог ей заниматься вчера только об этом писала прям мы с вами точно одно видео последнее не могу не задать вы сейчас говорили очень важную вещь что откуда мы знаем может быть предки очень много скетировали и часто сейчас мы слышим слово аскеза что-то делать вкладываться но в современном мире он как бы не привык аскетировать он в принципе не понимает для чего нужна аскеза нужно ловить от жизни все вот это наслаждение успеть успеть пожить успеть нам действительно осталось буквально ничего там 20-30-10 лет в чем важность и важно ли что такое аскеза что вы подразумеваете когда говорят предки аскетировали ну предки да аскетировали а мы-то как можем аскетировать аскеза это добровольное ограничение себя есть разные виды аскез и аскеза она дает силу силу духа если вы возьмете например я помню когда была молодая я очень мечтала поехать в шаолинский монастырь мне казалось что там какие-то мистические процессы происходят и вот эти гималайские йоги и так далее да то есть вот я видела как они способны ограничивать себя во многом и какой дух у них вырастает какая сила и это действительно так если взять к примеру вы знаете на 9 мая мы ездим обычно поздравляем ветеранов им уже глубоко за 90 но у них просто такой дух мощнейший и сейчас люди которые склонны просто получать наслаждение они на самом деле растрачивают и становятся более слабыми человек привязан к комфорту но стоит немножко я видела знаете вот в отеле наблюдаю как люди злятся если не дай бог там какое-то пятнышко они обнаружили это все это просто гнев такой знаете вот мы уже с вами сколько раз были в Индии там в Гималаях знаете такие отели это хоть стой хоть падает там вообще но ты идешь и у тебя есть более высокая цель и это тебя вообще не заботят абсолютно но вот если человек я помнишь в этот раз мы были а тебя не было в этот раз мы были в Гималаях и с нами был один мужчина который сказал я не могу больше я привык к пятизвездочным отелям я не могу это каскетировать все я уезжаю ну и мы конечно сделали такой вечер как бы проводы ему и мы говорили о чем-то важном сокровенном и в конечном итоге он уехал и он не успел отъехать он как давай нам письма писать и писал и писал и писал и я уже скучаю ну возвращайся назад он нет я как позорник буду и так далее но что самое удивительное я его встретила где-то наверное спустя полгода и я спросила его ну как он говорит я вообще вспоминаю все эти аскезы как что-то такое драгоценное в моей жизни это были самые лучшие моменты моей жизни я не вспоминаю ни один пятизвездочный отель говорит ну как бы окей я продолжаю там разъезжать и так далее но вот это говорит простота простота людей простота взглядов это действительно была простая жизнь возвышенное мышление наши беседы наши какие-то сокровенные вот то что мы делились поэтому аскетировать можно так как у нас сегодня тема муза да то главная аскеза женщин это речь говорится что на кончике языка живет богиня процветания либо бог смерти вот поэтому женщина она может речь вдохновить на очень многое да и то же самое она может просто убить потому что очень извительная речь бывает поэтому это первое потом очень важная аскеза когда я саму себя спрашиваю ты сейчас каким взглядом смотришь на человека то есть аскеза постоянно возвращает себя в ученичество аскеза например перестать ахимса перестать принимать участие в насилии то есть стать вегетарианцем да аскеза чтобы научиться говорить правду приятными словами аскеза чтобы не не жить в каких-то излишествах и научиться обмену потому что знаете как есть закон обмена веществ в организме точно так же есть обмен веществ во всем этом мире и если я не принимаю участие в этом обмене я выпадаю потому что счастье это быть частью вот что такое счастье поэтому вот такие вот аскезы они абсолютно нормальные для людей спасибо большое мне кажется такую важную вещь сказали я прям вспомнила когда тоже с вами познакомилась и вот я соотношусь с этим мужчиной я наверное никогда не возмущалась по поводу условий я почему-то при том что ну как бы плюс-минус мы всегда хорошо жили естественным образом у меня не было возмущения но у меня было удивление когда действительно ты начинаешь я помню когда мы учились в ШПП мы жили в 4 девчонки в таких маленьких комнатушках при том что я уже взрослый человек я не знаю с Владимиром жила и когда вот вы говорили о том что эго сужает как это эго становится меньше ты даешь пространство для другого человека раньше я не могла представить чтобы я жила с какими-то построенными людьми впустить в свое пространство во-первых зачем в чем ценность во-вторых просто физически невозможность ты настолько отстаиваешь свое какое-то странное пространство для чего непонятно сам от этого страдаешь и в какой-то момент действительно появляется эта ценность отношений ценность именно вот этих душевных бесед разговоров проявления ценности ценность да это как говорят если есть ради чего можно пережить любое как поэтому очень важно такие смыслы обретать проявлять внутри я включу наверное комментарии о нас немножко если вы не против нет конечно наоборот люди же пришли нужно ответить на вопросы спасибо вам большое что вы пришли спасибо за то что принимаете участие в этой беседе жаль конечно что нет Владимира что у него конца только уехал он да он записал вам сообщение в смысле вы уже девочки ваши выложили в инстаграме если есть вопросы все здоровы все просто счастливы вас видеть мне кажется я так так рада что мои друзья я Володина поклонники познакомились с вами я на самом деле тоже очень-очень рада и я надеюсь что что-то было ценного здесь спасибо большое как научиться принимать себя спрашивает очень важно понять что мы это как это я я бывают разные то есть есть три энергии внутри которых мы действуем есть я невежественный я страстный я благостный то есть невежественный это когда я вижу проблему в других я бурчу вот я такой несносный характер и так далее вот это не нужно в себе принимать это нужно в себе трансформировать вот я в энергии страсти я такой вот вижу глазами выгоды я понимаю с кем так вести с кем могу так вести ну то есть я так избиратель человек вот когда мы начинаем понимать что все в этом мире мы взаимозависимы мы как знаете клетки одного организма и очень важно чтобы для начала оздоровить самого себя это означает стать полноценной личностью в четырех сферах физическая сфера интеллектуальная эмоциональная и духовная поэтому очень важно сначала вложиться в себя любить себя принять себя это значит познать себя вот поэтому очень много мы занимаемся именно просветительской деятельностью для того чтобы люди могли именно познать себя спасибо большое я вот такая вот и принимаю себя какая я есть это вот сейчас этому учат многие это не так мы на самом деле очень глубокие очень многогранные столько вопросов теперь даже не знаю что что выбрать ну и вот спрашивают естественным образом а как дофлилять мужа в невежестве вот если он в таком состоянии как с ним общаться тут часто задавали вопрос по поводу алкоголя наверное еще если вот муж выпивает если в этом вина женщины тут звучал вопрос и что вот вот мужчина в невежестве что с ним ну для начала важно понять что человек вот разум что таким не становится да то есть какой-то путь к этому был и нужно постараться услышать подожди подожди секундочку подожди секундочку дорогие зрители а можно не ставить сердечки потому что зависает эфир не думаю что только у меня у всех если можно не ставить сердечки а то мы включили комментарии и стали подвисать немножко простите то есть я бы не хотела сейчас загружать кого-то виной вот не нужно это как вам сказать это такая вот ну как бы разрушительное чувство вины оно оно не созидает личность поэтому сначала важно понять то есть что такое произошло с нами да и знаете у меня есть два таких очень удивительные очень удивительные истории одна история пришел на работу я работала тогда врачом и к нам на работу пришел один журналист работать и он пришел с таким знаете портфельчиком я там точно знала что там колбаса и бутылка лежит в этом портфеле вот они такие вот интеллигентные алкоголики были вот и почему-то я так посмотрела видимо таким оценивающим взглядом что он этот поймал взгляд и сказал да там лежит колбаса и бутылка я говорю о надо же я прям не сновидящая говорю вот и он сказал мы с ним как-то так подружились у него чувство юмора прекрасное было он очень грамотный человек но такой вот алкоголик тихий алкоголик и он говорит в один из дней пришел сказал меня жена выгнала из дома не знаю куда идти ночевать потом какой-то его друг сказал сегодня иду значит на день рождения там не знаю куда дальше и вот он пошел начать на высказку из дома вот и итог такой что он познакомился на этом дне рождения с хозяйкой куда они пришли и эта хозяйка оказалась очень такой мягкой доброй женщиной и в конце концов ну друг сказал вот ему некуда идти может мы тут у тебя это они очень близкие друзья и она говорит ну как-то странно говорит ну конечно ну не выгонять же человека на улицу ну вот пусть идет вот в соседней комнате там можно закрыться на утро говорит она приготовила завтрак а он пришел с пирожками на работу я говорю ого откуда у тебя пирожки он говорит ой ты не поверишь представляешь это говорит вот эта женщина такая интересная говорит напекла пирожков утром говорит я слышу такой запах я уже давно такой запах не слышал пирожки говорит и бутылка стоит а я говорю а что это ты бутылку поставил она говорит ну наверное у тебя спохмел голова болит и говорит мне что-то так неприятно стало говорит я сказал что это алкоголик что ли какой-то и ушел потом говорит ну вот принес пирожки потом говорит ну что не знаю даже как-то ей звонить неловко говорит вроде как ну а мне же ночевать-то негде говорит позвоню ей в общем короче говоря у них там приходит на следующий день опять с пирожками уже с другими со сладкими я говорю слушай но она у тебя вообще прям волшебная какая-то он говорит представляешь говорит прихожу она опять бутылку ставит я говорю а что ты все время бутылку ставишь он говорит обычно мне от меня прячут все а тут мне вообще просто ставилку и мне как будто я какой-то алкоголик как будто меня прям ну мне это заставляет по себе и вот очень удивительная эта история трансформации человека в конце концов она говорит а у его дочери свадьба и он говорит мне это мило вот это вот женщина ее звали мило мило говорит пойдем тебе купим костюм и вот она ему купила красивейший белый костюм и он пришел на свадьбу дочери то есть жена она он говорит представляешь пришел на свадьбу говорит моя жена на меня глаз положила так посмотрела говорит откуда ты такой вообще взялся и так далее но говорит мне теперь перед милой неудобно она меня прям так сопроводила с таким ну в общем это очень интересно потом у него случился инфаркт и одно такое тяжелое состояние на самом деле она его выхаживала выходила жена его опять забросила в этот момент и в конечном итоге он стал главным редактором одного из очень мощных журналов ну пришел он просто какой-то вот ну реально какой-то заблудыг какой-то и когда я его спрашивала он говорит ты знаешь на меня смотрели такими глазами вот это мило я потом с ней познакомилась я говорю мило вот говорю надо же вот как как коллега преобразовала она говорит я да вы что это же такая личность необычная он говорит просто потрясающий и вы знаете вот когда мы можем смотреть на человека даже когда у него трудности посмотрим будем смотреть на него на как на гораздо большую личность чем которая употребляет алкоголь то вот у нас есть шанс что это трансформируется я думаю что у тебя есть тоже какие-то рецепты на этот счет может быть ты тоже что-то скажешь ну по факту наверное да принятие то есть я честно могу сказать что я для себя поняла что вот это вот мы умеем женщины вот прям так по мозгам проехать нас не нужно это мучить это какая-то встроенная функция всех наверное девушек женщины с возрастом к сожалению она как правило усиливается женщины становятся более язвительные более раздраженные им прям вот есть что сказать мы всегда найдем что сказать в данном случае я для себя поняла что действительно я на своем опыте прочувствовала что в любви и в принятии я расцветаю и становились лучше я поняла что для Владимира это тоже важно что не нужно вот просто нужно любить найти в себе силы принять принять во-первых понять что ну Кать ну вот вот у тебя ну вот так вот какие-то есть ситуации а ну и вот так я сейчас не только про ну вообще в принципе говорю не то что про алкоголь в принципе нужно наверное принять понять что ну вот я с этим человеком все то есть я вот мне очень нравится ваша история готова ли я сегодня развестись с ней когда вы рассказывали про своего супруга и мне кажется такое для себя делают все время интроспекцию что вот если что-то происходит понятно что сейчас как-то оно вообще в принципе мы когда сошлись я четко понимала что ну у кого не надо смешить окружающих и самих себя если сходиться то уже вопреки и навсегда что называется я надеюсь что мы сможем пройти этот путь вместе вот благодаря в том числе близким людям и тем знаниям которые есть ну поэтому для себя самое большое самое главное да принятие и любовь вот у меня тоже были моменты когда муж мой злоупотреблял алкоголем и я помню я пришла к своему учителю говорю ну как мне вообще быть он сказал тебе нужно создавать дома юморную атмосферу я говорю ну мне вообще не до юмора простите что значит юморную атмосферу мне домой идти неохота мне надо юморную атмосферу создать он говорит тебе нужно создать такую атмосферу чтобы ему хотелось домой идти я помню вышла я была в таком недоумении вообще что это такое что за наставление странное но так как я своему учителю очень доверяю то я действительно я старалась мужа встречать это длилось 7 лет и в течение 7 лет я делала все наилучшим образом и в конце концов мой муж сказал слушай я вот за тобой наблюдаю и я поражаюсь а что тебе дает такую силу вот вот так себя вести это что-то в тебе есть такое неведомое для меня для него это было очень удивительно и надо сказать что мы я никогда не переставала его уважать мне было больно мне было горько но уважать и любить я его не переставала то есть конечно у меня были порой минуты отчаяния вот но тем не менее я понимала что передо мной очень ну то есть это для меня очень прекрасный человек который ну вот так сейчас вот прожигает жизнь что называется вот и потом это все очень сильно трансформировалось то есть нам не дают задачи непосильных то есть эта задача была для меня для моего роста тоже и для его то есть потом он из этого очень сильно вырос очень сильно поэтому первое никогда не смотрите на человека просто как на законченного на какую-то падшую личность никогда так не смотрите смотрите на человека глазами знаете это как вот Господь он приходит он приходит не к праведникам он приходит грешникам он приходит для того чтобы помочь и если в нашей жизни появляются люди которым важно помогать нужно помогать ну я точно знаю что у меня есть одна знакомая она в Пекине живет и она лидер 12-шаговой системы по лечению анонимного алкоголики у них там очень замечательная есть система исцеления вот и исцеление всегда идет знаете это как магнит алкоголь это очень мощный магнит вообще любая привязанность им должен быть другой магнит как правило это это на самом деле самый высший магнит это Бог это не просто как идея это чувство и конечно вот люди которые способны тебя принять способны подарить тебе тепло способны быть с тобой внутри этой сложности вот такие люди они способны размагнитить и люди эти остаются благодарны на всю оставшуюся жизнь тем людям которые способны были вот поменять некоторые да это сто процентов благодарности нет предела сейчас вот я читаю к сожалению прям так грустно становится девушка написала что у вас наверное очень умные мужья а я видимо не того выбрала очень большая просьба еще раз потом переслушать эфир когда такие выводы делают на самом деле все люди они внутри это знаете как безобразие творят люди которые забыли образ вот здесь в сердце и вопрос лишь кто коснется их сердце поэтому не спешите выкидывать людей на свалку поверьте что люди они разные очень разные просто знаете очень важно искать людей которые могут дотронуться до сердца это очень важно вы как всегда вы умеете дотронуться лично до него в сердце сто процентов до сердца Владимира вы сто процентов дотронулись я уверена что здесь нас могут столько людей слушать и я вижу что много именно Володина поклонников сюда пришло мне так хочется вас познакомить с моими учителями осталось нас буквально три минуты может быть какой-то вы вопрос выберете Марина Шериф и мы закончим я думаю что знаете я очень люблю отношения вечные я очень не люблю временных отношений потому что знаете можно говорить какие-то такие вот возвышенные фразы но нужно научиться и увидеть а как живут эти люди поэтому я приглашаю вас в долгосрочные а вообще-то вечные отношения а это возможно через наши образовательные проекты тем более вот Катя сейчас они набирают в профэмили а профэмили я думаю что это будет очень интересный курс они целое лето работали над улучшением программы ребята там очень творческие и в конечном итоге я уверена что многие из вас те которые пойдут учиться в конце концов станут с нами вместе в один так сказать бог о бог и мы будем продолжать дальше помогать людям потому что в конечном итоге знаете наша задача оздоровить и самого себя и вокруг себя и в конце концов это наша задача стать той переменной которую мы ищем в этом мире нам не хватает тепла значит надо тепло приносить самому не хватает искренности надо стать искренним самому не хватает любви значит надо любить самому вот давайте с вами такими станем и я думаю, что это будет лучшее, что мы можем сделать для самих себя, для своих близких и для любящего Бога не важно, какой вы традиции, кстати сказать может вы вообще без традиции это тоже не важно, важно, чтобы у вас было искреннее сердце, а я верю что, ну вот знаете раз вы пришли к Кате, она человек очень искренний, я думаю, что это означает, что это ваши сердца такие же, вот, так что верьте в чудо и главное чудо это ваше сердце в нем живет Господь спасибо большое Марина Зашевевна, я вас очень сильно благодарю за вашу открытость, за ваши такие вот слова, которые вы всегда умеете подобрать ключик к сердцам и сердцам ваших подписчиков наших, вот прям мы уже такие семьями объединяемся мои тоже говорят, ну что такая банда, семья, все сплочаются мне так радостно, что мы так, у нас взаимообмен происходит, вот еще обмен будет с ребятами с нашей школы про фэмили я как бы познакомлюсь с таким невероятным количеством людей, которые меня вдохновляют, от которых у меня глаз горит и мне хочется знакомить с теми, кто вот в свое время меня не побоюсь этого слова спас, но правда вот спас дал вот эту руку взаимопомощи сказал, мы в тебя верим Кать, мы в тебя верим это такие крутые слова, когда вот вам вот так глаза говорят я очень надеюсь, что вы сможете соприкоснуться с этими людьми я буду стараться знакомить вас, может быть, мы разошли еще раз я буду ждать, спасибо вам большое и дорогие дорогие, не побоюсь этого слова друзья, и не побоюсь этого слова близкие люди и давайте становиться ближе, и пусть в ваших семьях будет много тепла, который вы будете приносить а знаете, рядом с камином невозможно не согреться вот, поэтому пусть у вас хватит душевного тепла обогреть тех, кто сегодня ну, по тем или иным причинам заморожен всего доброго спасибо, да, спасибо большое радовалась видеть до свидания до свидания битву способ битву relationship ẹ